Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас средина января, даже уже 19-е, это, можно сказать, закончилась вторая декада января. Осталось не так много времени, и нам надо быстро-быстро-быстро всё-всё про протравливание семян, про протравливание грунта, про стимуляцию семян, все эти предпосевные темы пройти, чтобы встретить посевную 2019 года во всеоружии. Особое внимание уделяю работе с марганцовкой, потому что для новичков это иногда заканчивается результат плачевный. Я вот хочу именно начинающим огородникам всё это рассказать более подробно, все нюансы, чтобы уберечь их от ошибок, которые очень часто совершаются при обработке семян именно вот перманганатом натрия, то есть нашей марганцовкой. Она всем известна, и я уже говорила, что опытные огородники некоторые пользуются только ей. Она прекрасно дезинфицирует и семена, и грунт, и эту предпосевную обработку. Как вот если вы сейчас выбираете препарат, или какой-то более слабый, или более сильный, и решаете, чем сделать эту предпосевную обработку, то про марганцовку вы должны знать, что здесь не всё так просто, и нужно очень хорошо научиться подбирать концентрацию. В то же время, в которой она является самым доступным препаратом марганцовка, она является у нас и самым опасным, потому что, возможно, химические ожоги, я вот сейчас приготовила специально вам три разной степени концентрации растворы, но перед этим расскажу вкратце, что я в предыдущем видео говорила, что очень-очень много препаратов для протравливания, для обеззараживания семян. Это и фитоспорин, применяют и медный купорос, и бурную кислоту, и эту же марганцовку, и перекись водорода, и даже водку. Но иногда бывают вот такие неприятности. В прошлом году я показывала, как обрабатывать водкой, хотя раньше всегда обрабатывали, я когда в деревне жила, ещё маленькая была водкой, ну как, немножко как обеззараживали. И сейчас некоторые знакомые делают. Но, возможно, сейчас такая водка, я делала многими-многими препаратами, обеззараживала, и ту, которую я держала в растворе водки, семена, вот ту партию, она у меня не взошла вообще. И мне потом сказали, что, возможно, это попалась спалёная водка, купила я, ну, в маленьком магазинчике у нас местном. И что с водкой тоже нужно быть осторожнее, так же, как и с марганцовкой. То есть, вы должны понять, что есть препараты совсем безопасные, вот такие, как фитоспорин, а есть препараты, от которых нужно всё-таки ожидать опаски. Я вот говорила про бурную кислоту, что если есть повреждения на семенах или трещины, она может кислоту туда проникнуть и тоже повредить семя, то есть, сделать его непригодным. Но сейчас у нас главный герой, это вот раствор марганцовки. Я расскажу всё-всё-всё очень подробно. И если вы научитесь, приспособитесь к ней, это очень хороший дезинфектор, средство для обработки. Теперь о самой обработке. Очень часто после такой обработки семена не всходят вообще. В чём ошибка? Ошибка в том, что делают слишком крутой раствор марганцовки, и о том, что обрабатывают семена сухие и удлиняют вот этот период обработки, делают, то есть, время обработки слишком длинным. Ни первое, ни второе, ни третье делать не рекомендуется. Почему? Вот марганцовка, ясно, что чем темнее раствор, тем она жёстче. Но если вы сделаете слабый раствор, то семена не продезинфицируются. Они просто не смогут убить, она не сможет убить все вот эти споры грибов патогенных. Если сделаете слишком крутой раствор, то, возможно, у вас, у семян будет химический ожог, вот внутренний вот этой вот зародыша, и она тоже погибнет. Я вот выставила три для примера. Я делаю всегда марганцовку трёх разных концентраций. Вот эта бледно-розовая, я поливаю ей, вот в прошлом году показывала, и петунию поливаю, и первые, когда только что взошли перцы, баклажаны и томаты, я простой водой никогда не пользуюсь, я всегда пользуюсь вот таким слабым раствором марганцовки, потому что мало обеззаразить семена ещё во время роста, вот эту вот, чтобы чёрную ножку предотвратить. Но этот раствор, видите он какой концентрации? Такой, который на руке, даже не видно, что он розовый. Видно только в общей массе, вы видите, что он розовый, да? Но когда мы наливаем вот сюда, вот таким слабым должен быть раствор, которым мы поливаем. Ну, по крайней мере, я всегда так делаю. Я никогда не поливаю вот таким раствором, естественно, там и ожог корней может быть у растений, и вообще они сгорят. Вот это первый образец. Второй образец, видно, что он чуть такой ярко-розовый, ярко-розовый раствор, и можно протравить грунт. Это то есть, можно полить прям лейкой сверху, можно подержать до подсыхания, и потом вот так вот замешать землю вот на этом растворе марганцовки. Действует моментально, не надо не выжидать ничего, всё, на следующий день уже можно сеять. Но, конечно, про это я буду потом говорить отдельно, там она почти стерильной будет у вас грунт. Мы сейчас говорим о семенах. Для протравливания семян делаем самый вот такой тёмный раствор. И смотрите, казалось бы, он чернильного цвета, он почти не прозрачный, и кажется, что он чёрный и вообще очень-очень прозрачный, ну, очень тёмный. Но если мы посмотрим через него вот на что-то белое, вы, наверное, видите, что он всё-таки прозрачный. Нужно выбрать именно вот такую концентрацию. Он чернильного цвета, но сквозь него всё-таки видно, он прозрачный. Потому что если сделать более концентрированный, то он будет как тёмные чернила, как тушь, и сквозь него вообще ничего не будет видно. Вот этот вот раствор. Раствор, если говорить про дозировку, то везде пишется 1% раствор марганцовки. Но вы понимаете, что никто вот в таких домашних условиях не будет вот этот грамм каждый раз вымерять. Как его вымерить, где его свешать, это очень мало. Почти все делают на глаз. Я вам объяснила принцип приготовления раствора марганцовки. Вот этот будет бесполезен, и вот такой бледно-розовый будет бесполезен. Вот такой будет вам эффективен при протравливании семян. Но тут нужно соблюдать, что должна быть обработка кратковременно. Обычно не рекомендуют более 10 минут, иначе будет химический ожог. В прошлом году уже приходили комментарии, которые говорили, ой, я на ночь вообще забыла, она пролежала марганцовкой, ничего, они там даже проклюнулись. Конечно, ситуации бывают разные. Но зачем рисковать и зачем подвергать лишний раз опасности свои семена, когда есть опасность химического ожога, что вот этот зародыш, он может обгореть. Написано 10-15 минут. Все, 10-15 минут продержали. Обязательно мы потом промываем их. И еще. Но то, что дальнейшее пребывание в этом растворе губительно, вы уже поняли. И еще, если подержать очень долго, и если вы не уверены точно, сможете ли вы вот такой раствор, и не губителен ли он будет для семян, то лучше перед тем, как обработать марганцовкой, подержать некоторое время в воде. Я сейчас, ну просто замочить. Я сейчас объясню вам почему. Вот если мы в крутой раствор марганцовки поместим, и сухие семена, они сразу же начинают впитывать. И они вот именно этот крутой раствор, он сильно быстро проходит прям сквозь оболочку, и туда вот в это семечко, в зародыш, и может быть ожог. А если мы подержим перед этим в воде, семечко, оно как начинает быстро влагу в себя вбирать, оно как немножко набухнет, вот час или полтора держат некоторые люди. И вот это вот, как объяснить-то, сама внутренняя часть семечка, она уже пропитается водой, и будет не так восприимчивая. И когда мы поместим, вот даже будет у вас немножко круче, чем нужно, раствор, оно, семечко возьмёт только верхний слой, больше она брать не будет. Оно ведь уже, у него нет жажды, оно уже напилось, оно уже набухло, оно напиталось влагой. И вот это самый хороший, считается, способ обработки, когда на 2-4 часа помещают просто в воду, в простую, потом не высушивая ничего, или в мешочки, или так сбрасывают их в крутой раствором органцовки, можно даже покруче, если предварительное замачивание. Тогда быстро происходит дезинфекция вот этого поверхностного слоя, внутрь он уже не идёт, потому что семечку влаги уже не надо. Он быстро обеззараживается, вытаскиваем, промываем, всё. Можно в дальнейшем или укладывать на, вот в стимулирующие, вот в такие всякие эпины, копин, эффектон, много их. Или сразу сеять, всё. Вот, специально вот для того, чтобы вы поняли, что органцовка бывает разной крепости, и что от этого зависит, тут уже не только опасность, что вы обожжёте, если сделаете слабый, вот такой, вы просто потеряете время, и вы будете надеяться, что они у вас обеззаразились, продезинфицировались, но такой раствор, ну по отзывам всех огородников, он не работает. Нужно делать раствор крутой, чтобы исключить опасность химических ожогов, лучше семена подержать в воде перед тем, как, и не выдерживать больше 10-15 минут. Этого достаточно. У органцовки мгновенный эффект. Вы знаете, что если куда-то крутой раствор органцовки, концентрированный прольёшь, вот особенно на дерево, сразу делается коричневым, всё выжигает, всё. 10-15 минут достаточно. Всё, это вот специально, так подробно, так досконально, может быть так нудно для новичков, которые хотели бы воспользоваться простым, дешёвым вот этим средством, ничего не покупать дополнительно, она стоит там копейки, но боятся и не знают, как подступиться. Вот, пожалуйста, прослушав это видео, мне кажется, у самых-самых таких начинающих уже сложится картина общая, что нужно делать, что нельзя, что можно, что лучше не надо. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова, готовимся очень-очень основательно к посевной 2019.